Кайл, на одном из эфиров вы упомянули, что вам понравилось. Так, это я почитал. Если вы еще об этом не говорили, вот админ, пожалуйста, выскажите стезис австрийской экономической школы «Секта». Михаил, что думаете по этому поводу? Я думаю, что админ занимается политической пропагандой. Сейчас Ватик отметит, и я его буду поигрывать. Нет, ну, я, собственно, не буду здесь ничего говорить содержательно. Опять же, у меня все аргументы. Да, я считаю, что австрийская экономическая школа, она, по крайней мере, в том виде, в котором ее представляют некоторые... То есть, австрийская экономическая школа сама по себе. У каждого на нее есть свое представление. Если мы берем классика австрийской экономической школы, не знаю, Менгера, Бембиварка... Бембаверка, господи, все говорят Бембиварка почему-то. Не знаю, того же Хайка, того же Низеса, того же Шумпетера, которого многие либертарианцы не считают австрийцем, и как-то его отдельно выносят, но он, конечно, принадлежит к австрийской школе мысли, то, безусловно, их идеи, они сыграли гигантскую роль в развитии современной, там, хорошо, мейтстримной экономической науки, будем ее так отдельно выделять, в отличие от, например, Маркса, который не оказал никакого воздействия. Вот вообще, просто вот что он был, что его не было, ничего не произошло. Ой, я с тобой поспорю об этом прям вообще. Ты что? Нет, в мейтстриме никакого наследия Маркса не осталось вообще. Нет, просто наследие Маркса, оно не только экономическое, оно и политическое. Нет, я же говорю, как социолог Маркс очень интересен. Нет, не только как социолог, а как человек, который влияет на умы в достаточной степени, чтобы эти умы потом лоббировали. Я согласен, да, то есть он влияет на политические представления, но вот в самом здании этой экономической науки, ну, там, не знаю, в конце концов, в учебниках, если открываешь учебник какой-нибудь, вот ищешь там то, что осталось от Маркса, нет там ничего от Маркса. От маржиналистов, которые были, значит, австрийцами, того же, не знаю, того же Менгера, ну, там остался весь учебник микроэкономики, ну, половина учебника микроэкономики, окей, не половина, ну, хорошо, основные идеи учебника микроэкономики базового, это, значит, наследие Менгера. Так что австрийская школа, безусловно, сыграла гигантскую роль. Вплоть до Хайка. Все то, что было после Хайка, это пересказывание другими словами всего того, что было до этого, с отказом понимать того, о чем хотят говорить оппоненты, что они предлагают, на каком языке они говорят, я про это скажу уже в субботу, в будущем. Ну, нет, нет, ты не прав, с тобой надо, конечно, поговорить на стриме, раз ты сегодня отказываешься. На дебатах. Не, ну я-то с тобой не буду дебатировать, я буду вести. А, окей, ну хорошо, хорошо. Ты же вопросы будешь задавать? Ну, я задам вопросы, но я их буду тебе и Усанову задавать, и конкретно к Павлу, и его интерпретации австрийской школы, и того, как он ее подает, у меня очень много вопросов, поэтому я буду здесь непредвзят. Собственно, ты правильно сказал, да, что есть австрийская школа, есть адепты австрийской школы, и это не одно и то же. Нет, ну это безусловно так, то есть если в мейнстриме там есть более-менее какой-то набор вот базовых принципов, с которыми согласны все, то в австрийской школе... Ну, ладно, не буду сейчас. Окей. Мы сейчас далеко уйдем. Ну, в общем, я к тому, что я не выступаю там ни на одной из сторон, и никто пока не жаловался на то, как я веду дебаты. Нет, нет. Так что там будет все объективнее. Ну, с другой стороны, в тот раз, когда у нас были дебаты, ты все-таки был скорее ближе к моей стороне, поэтому здесь я не могу быть объективнее. Но у Семена вроде особых претензий не было. У Семена не было претензий? Да. Я не согласен, что я был... Ну, как бы я-то был, понятно, как человек, я был на твоей стороне. Нет, я про это и говорю. Как ведущий, мне все-таки сказалось, я вел себя достаточно непредвзят. Нет, это понятно. Да. Дальше. Приветствую, Михаилов. А то вопрос к ВАТО. Почему ты так догматично стоишь на позициях эмпиризма и позитивизма, но при этом сопоставляешь австрийцев с верующими? Нет, опять же, значит, ну, австрийц австрийцу рознь. То есть, значит, если человек просто... Ну, я не знаю, как бы даже это сказать. К примеру, он, не знаю, просто интересуется историей австрийской экономической школы. Ну, хорошо, это одно дело. Другое дело, он пытается работать в традиции австрийской экономической школы. Совсем третья версия. Это конкретный был один мой оппонент, который, значит, везде и повсюду пихал в проксиологию, значит, это отдельная категория людей, которые не хотят слушать аргументы других. Так-то, в принципе, ну, вряд ли можно назвать хоть какую-то интеллектуальную традицию секты. Секта – это же не то, что люди придерживаются взглядов, которые тебе не нравятся. Секта – это догматичность. Секта – это неспособность изменить свои взгляды под натиском каких-то реальных событий. Да, и нежелание прислушиваться к мнению других, к мнению каких-то альтернативных исследователей и так дальше. Исследовать у кого угодно. И у меня к этому, собственно, претензия. Это не значит, что нельзя, в принципе, быть австрийцем, и не быть сектантом. Ну, в конце концов, вы можете сказать, да, значит, вот математические методики, она, в принципе, не применима к экономике. Потому что, потому что, и я... Вот, или вы можете сказать, да, вот, значит, я готов следовать в этой традиции, но главное, да, это способность слышать аргументы другого и не относиться к ним просто как к какой-то ерунде. В этом-то, собственно, главная особенность секты. А так-то, в принципе, любая, конечно, система мысли, она имеет право на жизнь. Вполне можно отстаивать там, значит, то, что государство не нужно, исходя из чисто этических мотивов. Потому что всякое насилие, это, ну, пример, то, что делает Миша, примерно. Да, потому что всякое насилие... Я не совсем это делаю. На самом деле, ну, вы захотите ко мне вопрос задать, задайте, да, но у меня-то как раз достаточно, мне кажется, такой прагматичный подход. Ну, как мне представляется, да, там основная идея заключается в том, что принуждение – это плохо. Не, не так? Нет, я не с этических позиций вообще. Не с этических позиций. Ну, окей, значит, я неправильно представлял. Ну, хорошо, да, но в любом случае главное, что меня интересует – это вот готовность услышать. Ну, проблема заключается в том, что Светов там не говорит, значит, на каждую неделю, да, математические принципы неприменимы. Математические принципы неприменимы. Да, у него вообще критика с другой стороны, с другой позиции, с другой точки зрения. Когда человек занимается узкоэкономическими вопросами, он занимается не политикой, не, значит, какой-то общественной деятельностью, занимается именно экономикой. При этом повторяет одно и то же, не представляя вообще, о чем он говорит. Да, это сектантство. Когда это просто неприятие каких-то, ну, в общем, я не буду пересказывать тогда позицию Миши, а когда это просто какой-то другой подход к миру, ну, окей, хорошо. Нет, мою позицию, я на самом деле могу ее описать, мне это совершенно нетрудно. Мы вчера на стриме Ubermarginal это подробно обсуждали, что у меня есть три тезиса. Во-первых, я... Может, ты со мной сейчас поспоришь, может, из этого получится интересная дискуссия. Во-первых, я воспринимаю любые человеческие отношения как классные и полностью разделяю... И почему меня так триггерит вопрос о монополиях, у меня об этом в книге будет подробно написано, который скоро выйдет, что вот то, чего люди боятся возникновения монополия на рынке, это то, чем является государство. Государство – это самое страшное монополие. И причина, почему я являюсь либертарианцем, причина, почему я отстаиваю там те анти-этотистские позиции, которые я отстаиваю, это свобода, она рождается только в конкуренции, свобода, она рождается только там, где вы не позволяете концентрироваться власти в той степени, в которой ей позволяет концентрироваться государство. И быть либертарианцем – это значит выступать за рыночные отношения, то есть за среду, в которой такой концентрации сложиться не может. И это мой основной, если угодно, драйвер. Нет, ну хорошо, это, во-первых, вопрос определения, что всякие отношения есть властные отношения. Ну, дальше мы, значит, что такое властные отношения. Это мы уйдем очень далеко. Что касается всего остального, ну, я не хочу сейчас раскрывать. Хорошо, нет, нет, нет. Я в данном случае не позицию. Как раз я-то уверен, что Павел, и это причина, почему я с Павлом не согласен, и почему, мне кажется, я буду... Мне будет сложно занять чью-либо из ваших позиций. Павел-то выступает принципиально с других позиций. В смысле о том, что... Он больше догматик в плане австриста, чем я. Ну, может быть, может быть. Нет, ну, про конкуренцию... Нет, с тем, что конкуренция, в принципе, сама по себе, не знаю, живительная вода, да, то, что конкуренция, в принципе, необходима в обществе, с этим полностью согласен, конечно, и я, и Усанов, и ты. То есть, ну, на самом деле, вообще сложно довольно представить человека, который был бы... Заявлял бы, что Маркси не должно быть... Марксист, какого человека зовут? Да нет, на самом деле, это марксисты, они же противники государства категорически. Марксисты говорят, что в прекрасном коммунизме... Они просто переформулируют. Ну, в прекрасном коммунизме будущего никакого государства не будет. Марксисты, они... Потому что человек будет совершенен. Ну, сам Маркс бы с этим не согласился, да. Сам Маркс бы сказал, что просто изменится система этих самых общественных отношений. Ну, будет общество изобилия. Хорошо. Но об этом, опять же, ладно, давайте двинемся с точки. Правда, правда. Сейчас неинтересно. Не хочет, не хочет, Ватик. Ну, интереснее это все-таки в дискуссии в каком-то... Так я готов подискутировать, но после дебата. Хорошо. You have one old message. Tuesday, 5.48 a.m. All representatives are temporarily... Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.